В данном видео расскажу, что нового в Linux Mint Debian Edition шестой версии, релиз которой состоялся 27 сентября 2023 года. Первое изменение касается установщика. Для того, чтобы запустить установщик в экспертном режиме, необходимо воспользоваться следующей командой. Также в Live-версии используется пользователь Mint без пароля. Я же воспользуюсь стандартным установщиком. После установки перезагружаю систему. И при первом запуске открывается приветственное окно. Также при небольшом разрешении, если окно не помещается в видимую область, то его можно передвигать при помощи нажатой клавиши Alt. Например, у меня сейчас зажато Alt, я перетаскиваю окно. Запущу менеджер обновлений. Здесь он предлагает переключиться на локальное зеркало. Проверю наличие обновлений. И установлю их. После этого снова перезагружу компьютер. В системе используется рабочий стол Cinnamon. Зановщик весит 2,5 ГБ. Доступны 64 и 32-битные версии системы. Ну и соответственно множество зеркал, откуда можно скачать образ. Следующее изменение касается пользователя Root. Теперь он по умолчанию заблокирован. И для того, чтобы авторизоваться где-нибудь под пользователем Root, ему необходимо задать пароль. Сделать это можно при помощи следующей команды. Следующее изменение касается VLC плеера, поэтому установлю его. Теперь если 9T диск по какой-то причине не открывается по умолчанию, то его можно выбрать вручную. В качестве дискового устройства необходимо указать Def SR0. И нажать воспроизвести. Так как дистрибутив основан на Debian версии 12, то все основные изменения использованы из Debian 12. А что нового в Debian 12, вы можете узнать из моего видео на канале. Система потребляет 1,3 гигабайта оперативной памяти. А на момент записи видео 10 октября используется ядро версии 6.1.0.13, версия Cinnamon 5.8.4, версия Cinnamon 5.8.4, версия Firefox 118, версия Thunderbird 118, 15.3, версия LibreOffice 7.4.7, версия LibreOffice 7.4.7, соответственно доступны следующие настройки. З belleунии машины этот образом. Прlaud dimensional в 2-8, Продолжение следует. Редактор субтитров А. субтитров А. субтитров Н. и доступны следующие фоны для рабочего стола. Также можно установить недостающие языковые пакеты, установить мультимедиа кодеки или установить утилеты восстановления системы. На этом обзор Linux Mint Debian Edition завершен, до встречи в следующих видео.